Доброе утро, Украина. У вас уже солнце стало, у вас уже раннее утро. Мы говорим огромное спасибо за чудесное превью нашей студии аналитики, за чудесное интервью с магом, за чудесное интервью с хвостом. И сейчас мы с вами начинаем наблюдать наше дерби, СНГшное дерби на Вимпайр, классическое дерби Эль Классика. Довольно долго мы его так называли. И я надеюсь, что это будет действительно очень. В первую очередь давайте обратим внимание на пики, потому что сейчас у нас, хотя у нас не давит обратить, у нас заходит вражеский лес, люди хотят захватить инициативу на ранней стадии. От СНГш сбегает сапогом на 375 мс и нужно поставить в арт. Но Эмпайр видит, Эмпайр видит этого Скайр Азмейджа, подходит сюда вся движуха и Эмпайр нужно отходить, потому что Джиггернаут, Ревмастер и Аппарат это очень сильные ребята на ранней стадии. Видим, побежал, побежал, просто хвост кого-то ловить. Очень-очень активно действует Na'Vi, собственно, на первых минутах этой игры. Not One Score, ну и с Вастом обменялись такими вот комплиментами друг к другу, отвесили по лящику и разбежались по разным линиям. На Эмпайр начинается, собственно, битва. 1-2 у Эмпайр, 2-1 у Na'Vi. Конечно же, Империи нужно выигрывать. Империи надо закончить сегодняшний день со счетом 2-2. Об этом говорил капитан команды Мага в предматчевом интервью. Na'Vi очень-очень хотят закончить 3-1, а ну, как оно будет, мы посмотрим. В любом случае, для нас это очень интересный матч и, понятное дело, что мы болеем за обе эти команды, но кто-то, кто-то здесь точно проиграет. Шикарный вард, сейчас идет просто огромная борьба снизу. У нас Na'Vi заблочили два спауна, заблочили спау номер один, заблочили спау номер два. У Эмпайр на легкой линии находится Домбренир, который, если не съест крипа сильного, то вот такая сильная трепла, она его убьет. Фактически сразу с первого левела. И сейчас Саленту нужно пойти в лес и найти себе Кентавра, Волка или что угодно. Вот, посмотри, кстати, нашли вард, но не в ту сторону пошли. И в итоге Na'Vi впереди. У Na'Vi сейчас колоссальная инициатива, и Саленту нужно идти и искать себе крипов. Срочно. Волк, самый лучший крип для Салента, самый лучший крип для Салента. Не туда пошел Салент, вот сейчас не туда. Это просто Господь Бог посылает Саленту лучшего крипа, и вот теперь с этим крипом на линии можно драться. Да, имеется два стана, имеется огромное количество дэмэджа, имеется чудесная аура, и в принципе можно довольно неплохо стоять. Но пока мы видим, начинается все с того, что Александр Хвост-Дашкевич бьет крипов, а Салент пока еще находится в лесах. И по сути, инициатива на трепле как ни крутит, даже несмотря на то, что есть Волк, она будет у Na'Vi. И это факт. Пока ты в лесу вот так вот немножечко к уроке, к уроке важнейший герой у него сейчас, потому что, ну, как говорили ребята на аналитике, единственная возможность устанавливать Resolution, это действительно Ancient Seal. По-другому его, в принципе, остановить тупо нечем, нет ультимейтов, я говорю нет ультимейтов, нету станов, это неудивительно, считывая наличие тренера. Да, я бы еще сказал то, что вот то, что Гоблок, он является сейчас тренером Virtus.pro, оно уже виднеется, да, потому что на пять героев у команды Na'Vi всего лишь один стан, и это такой себе стан. Это ульт-жиггернал, так сказать, мини-стан способен сбивать телепорт. Ну, типа да, станов нет, и такое так. Ну, смотрите, ванскор тут, наконец-то вышли на линию, там побежали куру уже с паупеем куда-то. Ну, понятное дело, что борды у них здесь стоят, Синтри тут тыкнули имперцы, знают они, что побежали куда-то в ту сторону к уроке паупеем, забирают хосту здесь паупеем. В миде предупрежденно, значит, вооружен товарищ Resolution, ну, Resolution пока 14 на 2, у Dendy 9-1. Отлично стоит роман, оба этих игрока, напомню, вчера участвовали в турнире 1 на 1, Dendy вылетел в четвертьфинале от Артизии. Resolution проиграл у Феррари в полуфинале, то есть нашел, зашел на один раунд немножко подальше, ну и вот противостояние. Эти парнишки друг друга знают очень хорошо со времен за прошлогодних Асусов, когда именно Dendy тогда оценил еще на тот момент 15-летнего, фактически, Resolution, который играл вместе с вами в команде взрыв пакета и сказал, что этот чувак скоро будет таких давать лящей, что мало не покажется никому, ну и так оно и есть, так оно и есть. У нас снизу происходит противостояние, но сейчас очень тяжело что-то сделать Empire, потому что у них постоянно пушится лайн, она ведь сталкивается с одной банальной простотой, тут все время разминают куроки, кстати, очень больно его разминают, все-таки Регена у них не так много. И он должен сейчас схавать один тангостик, а потом домой, наверное, пойти. Или флазочку, или флазочку отдать. То есть у нас проблема, проблема у Нави в том, что если они пойдут драться, то драться здесь невозможно. У тебя мало того, что у тебя три героя под аурой волка, которые носят очень много дамага, у тебя еще есть и крипы. Крипы, которые также больно бьют. То есть каждый крип — это 30 демеджа. И крутиться джиггернаутом в такой движухе нереально. Начнешь крутиться, и тебя с руки забьют. Это факт, да. И хвост это прекрасно понимает, как бы. А что, ну ладно. Ждать Фуриона? Только Фуриона, сейчас вот сверху вот это простояние, Фаник закупился через нуль талисман. Он понимал, что против него придет маг, маг, он, ну, стоит на Тайтхантере, но Фаник его очень качественно разминает. И пока что Фаник свою легкую линию выигрывает вообще слад, потому что маг, он немножко, ну, немножко зачудил с прокачкой. То есть он, по-моему, был щитком щитоком. Да, два старых древних друга, собственно, ребятки. В одной команде играли, кто тут в одной команде друг с другом не играл? Смотри, они щимят его, они щимят его очень сильно, потому что у нас с мага закончился весь реген. У него, ну, ничего, скорее всего, к нему не придет, потому что резолюция у нас по колдаву набузит банку, да и снизу курица нужна. И в итоге Фаник у нас скоро получит шестой левел. Это то, на что молится нижняя линия, потому что каждой секундой, ну, вот эти вот герои Empire, которые жадные герои, да, они становятся все сильнее и сильнее. Шестой левел будет вот после этого буквально крипа, вот два крипа, Фанику добить, два крипа добить будет у него шестой левел, будет у него, собственно, Rest of Nature, и можно будет как-то на нижней линии нападать. Довольно немного хп у Флая, вот, например, 540 хп, то же самое, в принципе, у Ванскора, 580 хп, если нападут, то будет кто успешно, смотри, куда пошел Дэнди. Ммм, ну хорошо, хорошо Дэнди себя чувствует. Очень хотят линию и не затолкать, что делает Дэнди сейчас, я не совсем понимаю. Есть Хурион, есть пинки, если Тайтхантер сейчас придет наверх, то можно просто побить очень сильную центральную линию. Ну и шторма нету, опять-таки, шестого левела, поэтому можно сейчас напрягать Resolution, пока у него нет шестого левела, пока он не может улететь. Опять-таки, имеется рядом находящийся Куроки, Куроки, ну пока нет у него Ancient Seal, он скоро будет. Ну вот, надо быть осторожным Resolution, Resolution, Resolution в лесах прячется, здесь Роман. Тп, тп аут надо делать срочно Роману, потому что если он остается на месте, то очень будет ему больно, и в итоге Роман у нас падает. Ошибка, огромная ошибка, Дэнди здесь тоже спешит, почему-то, юзает уртимейт, ошибается здесь Дэнди, тоже нервничает Дэнди Мон, ну и вот он Ферст Блак. Тп аут не помог бы там, наверное, Resolution, и действительно, это слишком далеко он пошел, и за это был наказан 1-0. Ферст Блак зарабатывает команда Нави, первый килл в активсе записывает Куроки на Skyrim's Mage, и Тауэр забирает Дэнди Мон. И сразу же, сразу же, снизу проблемы могут быть у хвостах, вот, пытается развести его на раскрутку, но вот, вот, смотрите, 217 сайдент вписал. Маг 5 левел, есть фаник, есть фаник, фаника скоро с такими темпами появится Мидас, я надеюсь, прекратит он вот этот вот цирк, который начал Адмирал Бульдог 2 недели назад, с Мидас, с даггерами и прочей ереси, потому что, ну, если честно, я не считаю, что это правильный билдордер на Фуриота. Против Шторр Спиритов. Да, против Шторр Спиритов, который вообще в гробу имел ваш даггер и достанет вас хоть на, не знаю, на другой планете, ему абсолютно все равно. Ну, вот и хвост. Хвост тоже так, хладнокровно довольно действует. И хвост, на самом деле, очень хорошо сейчас действует. Ой-ой-ой-ой, вот флажка ошибся, но все-таки раскрутился он, и я, вот тут ошибка Флая, вот тут ошибка Флая. У него было довольно много времени, у него было полторы секунды, чтобы дать стан, ну, он немножечко не успел, 0.35 кастуется, и Флай. Если бы попал по хвосту, я думаю, что хвост мог бы там и отъехать. Ну и блестяще реализовали этот фактор, то, что Дум, который у нас пришел на нижний лайн, имеет пассивку, он постоянно будет пушить лайн. В итоге Сашка, стоя 1 в 3, крипы все равно придут под его тавер, потому что линия постоянно пушится, и благодаря этому суппорты сделали экшен. В итоге, если мы увидим резолюшн, который обыгрывал у нас Дэндимона на центр, он теперь сильно отстает, отстает он на 10 крипов. Таггеру Дэнди на 7-ой минуте! Это вышка и помощь саппортов, то есть саппортов сыграли очень жестко. И вот сейчас Дэнди просто имеет возможность сейчас абсолютно полностью выиграть игру для команды Na'Vi. Да, и спокойно. На топе маг, в принципе, фраг для Дэнди. Снизу Дум тоже фраг для Дэнди, 5-ый левел Дум. Сюда надо уже тпшиться с блинка, просто его убивать вместе с хвостом. Но что будет делать Дэнди? Дэнди пока у нас в лесах находится. Дэнди хочет таракан тапки, и Дэнди нельзя медлить. Потому что даггер, который на 10-ой минуте, это уже совершенно не то даггер на 7-ой минуте, а это то. Смаук от Na'Vi. На топе, на топе маг, на топе маг. Надо магу здесь осторожно. Ну и понимаешь, что тут не так, Андрей. Отходим. Кстати, заметить линию хорошо-то отстоял фаник, а? Кольфуриона, миди, минус шторм спирит. Вот так вот. Ancient Seal. Свидание Розолюши. 0-2. 0-2, нашли слабую точку команды Empire, сейчас Na'Vi, и я думаю, продолжать, наверное, самую точку давить. Я бы еще сказал, нашли. У нас Na'Vi свою сильную точку, потому что первый день с Огрой, Огрой, Огрмаги и Вайды не заехали. Сейчас мы видим именно тех Na'Vi, которые любят давить, потому что что мы видим? Джиггернаут фармит снизу. Сверху фаник полностью контролирует верхнюю линию. Блин, это агрессия. Они просто возле Т2 Тавра на восьмой минуте. Empire сейчас боятся на линиях показаться. Сверху, сверху пассивность. Тут у нас Флай, смотри, смотри, у нас Флайл. Класс. Флайл боится под своим Т2 Тавром вообще. Маг то же самое, боятся все вообще. Боится Резолюшн куда-либо выйти. Doom тоже стоит далеко от крипов, вообще ничего не делает сейчас Empire. Na'Vi полностью доминирует карту. Но, хотя стоит отметить, что Na'Vi тоже сейчас не фармят. У них куроки. Купей тусуется непонятно где. Хвост тоже побежал сейчас в леса. Хотя хвост 33 на день, хвост за ванскором. Нету ничего в левлах, хвост будет пытаться воровать, получает стан. И так ванскор серьезно, его, ну, кстати, проблемы. Могу не пани. Паут делает. Паут при чем оба делают. Это было круто. Чтобы показали, что у них есть кое-что между ног, но поняли, что что. Да, да, да. Ну, я думал, сейчас полетят смайлики в чат, но смайлики в чат не полетели. Там надписи типа, ты что? Такун давить, так далее. Уже очко сжал, да? Да, 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 да. Продолжается игра. 2-0, десятая минута. Мало фрагов, но от этого немало экшена. И очень интересно, очень интересно, когда же вот начнут разгоняться команды. У Сайлента есть уже денежка на Мидас. Очень интересный выбор от Сайлента, потому что в данной ситуации, когда тебя так сильно давят, и будет полный каток и бой, тебе очень нужны статы. В итоге статов нет. У тебя есть перчатка Глобус Хейст, у тебя, ну, потенциально будет Мидас, но барабаны здесь просто покажут мастер-класс. Да, 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 я согласен. Или Мека, то есть одно из двух. Ну, наверное, наверное, что-то, что-то другое соберется. Бывает, это что, а резолюшн. Дэнди, проблемы могут быть у него, ульт обращенно залетает. Дэнди ультует. Ульт-ампарата влетел в флай, а флай погибает. Куроки, траблы у него подняли ветра. У нас мага Куро погиб. Размен пока один в один. Здесь Ванскор, проблема у него огромная. Ванскор должен тоже умереть. Ванскор дает стат. Ванскор, неужели уйдет отсюда Ванскор? И... Ванскор уходит. А где Дэнди? Дэнди делал глинкаут. Уже как же повезло здесь Ванскору. Сайлент уже снизу. Сайлент против троих. Тауэр полкает здесь на Ви. Ну и вот она первая, более-менее осмысленная драка от одной и второй команды. Посмотрим, что будет. Сайлент. Бежит. Крео. Ой, 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 ой. Вот этого не ожидал, Айрат. И как же сейчас проседает от Переследжи и покупает таких мида? Но он уже не окупается. То есть в данной ситуации, когда у тебя такое давление, тебе нельзя, тебе нужно драться насмерть. И в итоге все, что мы видим... Нас оттыпает сейчас в это время в Resolution. Что делает? Его разобрать. Он хочет напасть, напасть на Фаннику. Но очень маленький атак спид. В итоге Вард. Вард хиляет Фанника. И Resolution потратил всю свою ману. Фанник куда-то летит. Фанник летит драться. Фанник летит драться до конца. Ты смотри, как Фанник проседает. Что сделал здесь Глеб? Глеба убивает Resolution на развороте. Скоро будет Вортекс. Есть Санна. Сэншит сил повесил на него Куроки. Куроки рядом. Танда летает сюда. Улетает отсюда Resolution. Флая убили, скорее всего. Да, Флая убили. Куроки пытается тоже отсюда убежать. Ну и Нави. Нави все очень четко делает. Resolution не хочет отпускать Денди. Денди надо убивать. 2-0-3 у Денди огромное количество эксприт. Денди тратит на него. Сейчас revenue, минус Dendy. Вот сейчас все очень круто. Resolution зарабатывает 3-3. Ультоп россияна. Иииииииииииииииии... Ай-яй-яй! Ваня погибает, скорее всего. Живет. Живет 102. Да, выживает. Или не живет. Живет, живет, живет. It was so close. 4.6. Глебания кураж почувствовал. Да, Глебания почувствовал кураж. И Глебания почувствовал кураж этой командой. Из-за чего, собственно, начались проблемы Из минусов для команды Empire Две смерти, конечно же, думая о отсутствии его в драках Успешной для коллектива Из плюс в наличии Мидаса На топе Катка Паник испанули Эджи Сил на Резолюшина Из-за живой Резолюшин Пропал Сил Денги Резолюшин в толпу просто прыгает Сейчас входит Резолюшин Манскор здесь дает минус армор Нет маны у Романа Надо уходить ему домой Наглый Какой Резолюшин Опять НЖ Сил получает Сейчас Денди будет прыгать за ним Денди, прыгай, ты слышишь, угадает снэп Мимо Денди пивка налил вам в кору И как же давят на Ви-то, а Вообще не дают просто Резолюшин Даже продохнуть Не дают вообще продохнуть Кому Ежипайр Читной Тауэр упал Блин, мне нравится эта игра Потрясающий вардят на Ви Они так давят, при этом они знают, что никого здесь нету Они видят, как подходит у нас Empire В итоге сейчас Empire Кулдаун, да, у которого... Видно вас там, ДД, ДД Забрал Денди Radiant's top tower is under attack Ну, вот, если думать, а что сейчас надо делать империи Передали довольно далеко позади Империя проигрывает уже 6000 голды По XP, правда, они не проигрывают совершенно Там 1000 XP Смог ганги и начать первыми То есть сейчас вся ситуация играет от того Сможет ли Сален дать Doom до ульта Джиггернал К ульта панды Потому что если он этого не сделает, то Очень тяжело выиграть этот файт Ну, в принципе, есть свап уже Уже проще Да, нужно танковать Причем танковать нужно адской И Сален, тут срочно нужно покупать жесткие артефакты барабана Мека, там, все что угодно Владимир, Лива Вот есть 2000 Он же нафармил, покупает Мекку Фактически чуть-чуть осталось ему до Меканзма Да, Мека Это будет очень-очень-очень важный момент Это матч, Game Changer Можно сказать, Resolution Смотри, как далеко стоит Resolution Ну, вот здесь стоит вард у Empire То есть они более-менее подходят, видят А саму своему мидеру А вот в Смоке сейчас мага могут... Маг спалил Маг спалил, Resolution должен уже как-то убегать Resolution правильный путь выбирает Здесь также Пупей бежал В Смоке, плюс вся команда, Resolution прыгает на руну О, вот просто пытается прятаться на хайграунде Сейчас Рома, по-моему, сам себя надурит Но у нее есть ТП По-моему, он курицу хочет убить Нет, курица Он просто прячется, он просто прячется Он видит Он хочет убить Пупея Ты смотри, он реально сейчас может... Ее, курица же сейчас полетит вот так Курица же полетит вот так Если её Пупей неправильно отправит Дальше не делает ТП-аут Ах, не дождался Роман Минус курица, 2Б огромный сейчас плюс Сайлент, снизу Идет Дэнди Дэнди прыгает в соло Сайлент, ТП-аут Успеет сбить, конечно Сайлент Тут только парично Сайлент забегает Культа парично, вижу паник Отличный фраг Команды Na'Vi Эмммм Дум купил Все-таки Мекку Но седьмой фраг Na'Vi В центре Выход на Флая Флай у нас уходит очень далеко Саша прыгает И Флай также у нас умирает Гонится Магус Магус гонится за флаком Это посмотри просто Как чувствует прекрасно себя хвост Хвоста нельзя здесь отпускать ни в коем случае Хвоста вообще Ну вот 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 Ну в принципе да В принципе они могли Ничего здесь делать Далеко был Resolution Собирается МКБ Resolution И вот два вот Таких вот open Ну и два простых фрага Да, два фрага без ответа Делают опять-таки Na'Vi И сейчас в ней по XP опять-таки Отрываются по деньгам Уже скоро все критически будет Потому что Да, сейчас преимущество В первую очередь Благодаря товарам Но скоро Еще и по фрагам Назарабатывает огромное количество денег И Империи догнать будет Очень тяжело команду Na'Vi Паника почти арчит Очень много да 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 Согласен И один спил его К тому же не ужин Эра Далюшина Это вообще Хавайся просто Вот этот арчит Это Это очень плохо Ancient Seal Арчит сайлов В огромное количество Да Роман конечно Будет стараться По максимуму БКБ Может да Да и дело Ну и неужели пойдет парень Рошан Неужели не ты Да Да Резолюшин лети Тур Резолюшна Булмана Успеет Лемпайр на Рошана Нави На хп уставить на Рошана Ну а emerging Он улетает Мак Хорошо Мак У marshmallow Также Убивает cambiar 2 байбака, тут же делаю Ютайя, продолжается драка, Сан, соль хвоста, хвост, хвост тоже погибает, Резалюшу добивает его, Энди дерется с Рошаном, и Паник дерется, с Рошаном проблемы огромные, Рошан жив, Сан вот Энди забирает Рошаном, у нас Редианты, и Сум забирает, и Мортал убивает, Паникой, это минус 4, минус Рошан плюс Аэгис, ооо, мой бог, как же, Энди сейчас переворачивает, драка продолжается, хвост, хвост хочет убить Флая, Флая ухили, курорт пытается уйти оттуда, хвост, хвост будет драться до конца с Ванскором, сейчас будет Сан, сейчас будет Сан, Сан будет либо по скорой, либо по хвосту, Сан по хвосту, Апарэш, с Ванскором до конца, Сан скоро здесь погибает, в любом случае, минус 4 сделают Наев, ответочку будет 4 в 4, размен, вот это да, 4 в 4, 2 байбака у Нави, плюс Аэгис, который остается, плюс украденный Рошан, Импайр эту драку выигрывают, как ни крути, эту драку они точно выигрывают, вот так вот они 7500 переворачивают сразу на 4, по XP, оооо, привет ребятки, это было весело Пайрт, вообще я играю от камни сейчас, вот эти герои, которые, как мы с тобой отмечали, лейтовые, они становятся все сильнее и сильнее с каждой секундой, у Нави, некоторые герои, они очень сильно им уступают, и теперь у, мягко говоря, игра успокоилась, сейчас стало ровно Ну вот Сайленд, мы видим, сразу же отрывается, вот по сравнению, например, с хвостом, хвоста у него уже три половины пищи, мне нравится Сайленд, то, что он берет, вот Сайленд, то, что ты просил, вы аж слушают ребят у нас в ТТВ, не только, самое главное, что он купил топорик, я вот просто, он выкинул стик, понимаешь, что это фаника, фаника он теперь в виду имел, по сути да, и теперь у нас движуха за ТИФа, потому что если сейчас у Нави небольшая проблема, они не могут пушить у них два милишника, у них очень тонкий фурион, что он спирит-то, ну, в будущем очень скоро будет бкб, и он этого фуриона в виду имел, и в итоге сейчас у нас с Эмпайр кучкуется вместе, потому что у Думбрингера есть Аегис, у Думбрингера есть Аегис, он заходит, заходит, они спалили. Резалюжин должен выйти на хайграунд, влетает, хвост, убивает, боль на хвосту, очень боль на хвосту, поджигает, Резалюжин минус хвост, драка должна идти дальше, прилетел сюда паник, драка идет дальше, тут Дэнди, Дэнди пытается забнуть Сайленд, а не надо, стреляет Сайленд, он уже все, что надо выдал, Сайленд, много демджи убили одного Пандарина, тут умирает Резалюжин, ну и хорошо растягивает Нави, очень хорошо растягивает Нави, второй раз улетает уже Магу, у нас в ветра, Магу через 10 секунд будет что Ультимейт прилетел сюда, а Флай зажимает Нави по Тарц, Сайленд погибнет, Сайленд теряет аег Агис, что мне надо было missed, а сейчас с Томан дом 의 Магом вытягивает Нави, вытягивает Нави, маг идет тульсовать, и если Сейчас Тайминг подставится под этот ультимент, будут очень огромные у них проблемы, но нет. Нави понимают, Тайминг наше всё. Сайлент должен байтануть сейчас, Сайлент должен байтануть, Сайлент. Мак, развернись, Мак, развернись. Развернулся Мак, в итоге погибает Анскор, погибает Сайлент, Мак так не вкастовал. Андрюша! АААА! Что ты мне смотришь? Мне нет слов просто. Тут даже неправильно будет сказать, что это ошибка мага. Что тут ошибка всей команды. Тут какой должен был быть план? Убили хвоста... Я дошли. Да, что-то типа того. Или если видите, что идёт рака, если вы потеряли эггис, байтанити так. Вы знаете, ну Мак должен был орать там просто бешеным криком, ребята. Пять, четыре, три. Сделайте так, чтобы он зашел и гэпнул. Вот этот вот Red Button нажал. Ну вот не сделали так, Empire. И Na'Vi за это наказывают. Жестоко наказывают, как Виктор Марьянович в всем известном фильме. Так что... И опять-таки, по-моему, сейчас графики должны упасть в сторону Na'Vi. Вот так вот. Привет. Beyond the Sam's CD. Да, Beyond the Sam's CD. Не расслабляться, не расслабляться. Ни в коем случае Fly. Слишком далеко зашел Fly. В паре Na'Vi Empire сейчас делает огромную ошибку из-за того, что они идут драться. Они идут нападать на противника. Этого делать ни в коем случае нельзя. Empire сильные в лыте. И то, что они идут драться, ну, для Na'Vi, это, на самом деле, подарок для Na'Vi. То есть команда... Ну, ты видишь, команда поймала кураж, типа бла-бла-бла, поехали. Да, команда у нас обменивается любезностями. Это как альянс, которые сидели с Тинкером под фонтаном. Одна выгодная драка, и они пошли пушить. И здесь то же самое. Вам нельзя никуда идти, вам нужно ждать свои артефакты. То есть пока у Resolution не будет БКБ, он вообще не боится. Он просто что-то спирит, который влетает, получает сайлс и нон-стоп его в уроке в соло загорает. Так воевать нельзя. Ну, 1200 галды я стал до БКБ, Роману. И нужно отжираться, потому что отжираются, Empire у нас очень хорошо, Doom фармит быстро. Венга с ним тоже, в общем-то, довольно-таки фармит быстро. Fly у нас там имеет диаболики, молнии и все остальное, ну и Штон Спирит. Он вот тут помогает ему сейчас вся команда дофармить его Блэкинг Бар. Рошана все еще нет, поэтому у Empire сейчас просто колоссальные шансы. А Na'Vi? Na'Vi нужно срочно гоним на панде. Учитывая, что пока у Doom нет БКБ, панда его просто изничтожит. Так, ты прыгаешь, клэп, раскладываешься, клэп, стан, клэп, потом еще прыжок и все. И вот у нас керри, керри домбрингера нет. Ходит по рунам, у нас Na'Vi имеет отличный вижен и оцени какие ворды. Вот смотри-ка, насколько мощные ворды. То есть контролирует вражеский лес, контролирует выход от центрального тавра и контролирует еще верхний секрет шоп. Но в любом случае, да, тут, конечно, Кура и Пупе отрабатывают просто на все 100%. Я не знаю, какие к ним могут быть претензии. С самого начала игры они действительно шикарно действуют. И вот сейчас вот выход от Na'Vi. Вот как раз Na'Vi нужно реализовывать свои смоки. Выходят они в центр, салют у нас уходит. Если для Na'Vi нужно просто большое количество ДПС, чтобы можно было свалить, ну, Empire, потому что все, в общем-то, довольно толстое, то Empire нужны БКБшечки. Прям, прям... Ну, по крайней мере, ДВЕ. То есть Doom и Resolution это гарантированно. И бы тут 300 голды осталось. 300 голды. Doom насобирает. У него мощный сил. Нашли флайер, флайер у нас падает. Третий раз хвост его убивает с ульта просто. Ну, это на самом деле жестко, когда вот именно тебя находят здесь. Из минусов то, что Na'Vi потеряли чуть-чуть времени, но адекватно было ганга здесь, потому что рядом 3-вейв. Они заберут еще и тавер. Кто-то приходит, да, ты просто приходишь и убиваешь, но у Resolution 15 секунд. И здесь все, что нужно Na'Vi, это просто забрать тавер и уйти отсюда. Это понятно, это однозначно, и так и не сделано. Действительно не так, то есть если Empire сейчас соберутся в четвером, то без ульта джиггернаута драться нельзя. Мы смотрим. Нет. Не, Глип не будет вязаться. Да, да, Empire дает Т2. Да, Empire серьезные проблемы. Им уже убили 4 давера. И очень трудно рассадить. Фаник, смотри, влетает Фаник, но поэтому... Ой, как хорошо, Ванскора вместе с ультом. Ванскор улетел... Арчит, Арчит, Арчит и минус. Куда он улетел? Не важно, он под Арчитом, точнее, он под ультой аппаратом. Да, он был под ультой аппаратом. И в итоге хороший фраг делает Na'Vi очередной. 18-10, 8 фрагов уже разница. Ну и начинает работать Фаник. Вот Фаник сейчас очень важный элемент, потому что... Ну, учитывая, что Резолюшн будет в БКБ, Фанику надо будет находить как-то себя. Ну, находить опять-таки есть на ком. Да, у нас имеется Тайдхантер, у нас имеются другие персонажи. Которые просто жаждут получить в лицо вот этот вот самый Сайленс. Так что... Все возможно. Есть БКБ Резолюшн. Ты так смотришь на НКОРС, понимаешь, что Резолюшн в этой игре очень... Эмпайр начинает предпринимать самое четкое действие. Это бегать петером. Мидия Сайлент получает ультой аппарата. Я уже думал, что сейчас... Да, потому что при таком давлении бегать по одному это самоубийство. Дэнди, Резолюшн, Резолюшн. Резолюшну не надо далеко лезть, потому что может получить он 2 ИСУ. Резолюшн БКБ, Дэнди огромные травмы у него. Дэнди пытается сделать и паут. Дэнди, 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 Дэнди! Не делает паут. А теперь Резолюшн еще и с Паником пообщается. Тут же Мак, минус 2 сейчас делают Эмпайр. Отличные два фрага. Вот он, у БКБ. Наш Тайдаль, Кроки. Кроки попадет и Файсана, попадает с Лайс Таном. Минус Кроки. Минус 3, минус Т1, минус Т2 как минимум должны делать Эмпайр. Это пятерка зелени сейчас просто зарабатывается на этом всем. Просто 5 тысяч голды. Это просто БКБ. Это просто БКБ, все. БКБшечка. Привет, БКБшечка, да. Вот тут хороший ультимейт, кстати, залетает. Опять-таки от Курп. Про Т1 только тавр забрали. Надо было идти на Т2, я уверен, ничего бы им не сделали здесь нави абсолютно. И у Мага все еще есть Ред Баттон. Идти и продолжать. Самая Ред Баттон. Да? Та самая Ред Баттон. Та самая Ред Баттон. И вот реально, надо, чтобы когда был Тайт Хантер, надо, чтобы кнопка Ревейдж была вот, типа, где-то вот так вот. Вот такая вот, чтобы она была. Чтобы по центру экрана. Да, 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 чтобы по центру экрана лупысь так и все нормально. Или, чтобы вот так вот, пол клавиатуры можно было нажать и сработал бы Ревейдж. Магус делает у нас очень неординарный выбор. Он делает для себя Форстав. Пока не до конца ясно против кого, ну, если только одно, что будут сервить против Панды. От, да, от Панды, от Джиггернаута. Иская. Да, ну, Джиггернаут прыгает по-любому, но, в общем, вот так. И вот Эмпайр, вот, ты смотришь на их пик и понимаешь, в очередной раз все герои Эмпайр бьют очень больно. Если драка затянется, то они убьют Нави. Все, что нужно, это ХП, ХП, ХП и еще раз ХП. То есть нужны БКБшики вообще всем. Лишь Раку, на будущее какую-нибудь там Пайп Тайт Хантеру, и чтобы все, все твои герои, они стабильно ДПС руки выдавали. Да, ну ты смотри, сейчас появляется Аганим у Бостада и БКБ появляется у Сайлентера. И на самом деле тут не самый лучший вариант для Эмпайр сейчас драться. Все, что надо Эмпайр, это дальше бегать и драться под своими таверами. Драться под этими таверами, это самоубийство для Эмпайр, если ты не начнешь первую драку. Ну, разве что Резолюшн опять-таки поймает где-то кого-то, и это будет, ну вот, вот, вот так вот можно, так действительно можно. Паник получит Хекс через 200 голды. Вот он, вот он тот, кто из-за чего все начнется. Из-за кого из-за Паника? Из-за Рошана. А из-за Рошана? Ну сейчас еще Тайдин Тавр заберет. И смотри, а Нави-то боятся, Нави-то боятся сейчас Империю, а 5000 голды ведут Нави, 10 тысяч вели, уже ведут 5. Ну и 500 экспы они ведут. Все, игра ровная, 26 минут, 18-13 в пользу Нави, игра абсолютно выровнялась. Игруля резко приобрела другой оборот, у нас есть уже и Шторм Спирит, и с большим количеством голды, и Думбрингер, у которого уже 6 слотов. Ты смотришь на Думбергера, понимаешь, что у него 6 слотов, да, они дешевые, но для такой стадии игры это самый лучший вариант, потому что тебе не нужно там что-то в будущем, тебе нужно именно сейчас. На 5 тысяч, на 5 с половиной тысяч больше, чем у Джаггернаута. Да. Это, блин, 5 с половиной тысяч, это дофига, это Владмирс и БКБ. Смотри, Нави у нас заходит на Рошана, и для Эмпайр этого Рошана ни в коем случае нельзя вот так просто отдавать, потому что... Ну, неужели, да, Эмпайр дают? Они даже не знают, что Нави. Почему? Нави как, что, в смоке зашли? Скорее всего, да. Да, Эмпайр передает Рошан на равном месте, это очень плохо. О, теперь нужно вспомнить, и теперь нужно вспомнить, что если сейчас Рошана заберут, Дракса на Рошане нельзя, это реально самоубийство. Нужно отходить Эмпайр, нужно отходить Эмпайр, красавцы, вот эти ребята что-то знают в доте. И сейчас, вот смотри, они остаются, они надеются, может кто-то сюда пойдёт, пойти кого-то одного поймать. Кто-то захочет взять рунку, может быть, хотя нет, тут пока Тимфарм идёт, кто-то точно сюда идёт. Попробуешь Вартик сбить, кто его знает, то есть это на самом деле очень многого стоит такой шанс, и в итоге Эмпайр холдятся, они сейчас очень правильно делают, они холдятся и ждут пока Нави ошибутся. Вообще, вот она начинается профессиональная дотка, мы бегаем только в пятером, только в пятером, и мы делаем вот... Мы можем сказать по ныть, в пабах мы можем ныть, что это Five Man Dota, но вот... Мы вам откроем секрет, Five Man Dota это и есть профессиональные доты, как бы великие профессиональные игроки в паблике не орали, что их в пятером убивают, это вот как мы видим в реале, то... Так оно и есть, в реале по-другому ты будешь просто ассоциировать Тунца где-то там в Аматорке, если ты не будешь играть как Мэндотов. Есть просто Афа Мага, фактически чуть-чуть вот тут появляется. Маг очень серьёзно подошёл к вопросу о том, чтобы дать ревод, чтобы залететь первым, дать ультимейт и убежать на форстате. Ну это да, это во-первых огромный плюс, а во-вторых это действительно Мистик Флэр, с которого выталкивать того же какого-то там резолюшена, да, которому будет очень больно, это очень полезно как бы. Ну и... Других вещей, с тех же Спрутов, с той же Пандой, ну хорошая штука, и второй бы форстаф не помешал. Флай, кстати, приобретает себе Госкептер. Вот очень любит своего лучшего друга Александр Хвоздашкевич, убил Флая уже раза четыре он в этой игре. Ну и Флай, собственно, принимает мне. Эмпайр, нужно отжирать Венжиффл Спирит. Венжиффл Спирит она делает сейчас очень много КПД в замесе, ну одним своим нахождением, то есть ауры, минус арморы, ну и ватлоны слапа, плюс танчики. Она, ну реально решает замес, и все что ей надо, это получать, ну купить хотя бы Гостаф, чтобы Джаггернаут несколько результатов срубать. Как ты видишь, вот есть четвертая аура и есть волк, и триста демаза, триста. Математика-то работает с Эмпайр. Тауэр университет, 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 университет. Причем мы первые в игре говорили, когда они выигрывали свой матч, в прошлый против Маун Спортс мы говорили, что эти ребята в математике разбираются очень хорошо. Ну и сейчас, возможно, будет... Резолюшн, ты посмотри, как жестко они действуют, они приходят на Делбланды, но не верят, что Нави зайдут. А Нави-то, все мы знаем, что Нави тут раз зайдут, и Тауэр побьют, и заставят стянуться, и в итоге Резолюшн с магом унаждут кого-то сверху, но никто не придет. Нави понимает, что Шторм сайтхантером на севе, и в итоге просто падает Тауэр. Ребята, все, пока не падает, пока не падает. И ты смотри, и перестояли, Империя Нави! Империя Нави перестояли! Да, выходит у нас Авинта, теперь ждут Фанника, теперь ждут Фанника, главное не спалить. Резолюшн. Майкует, майкует Резолюшн, что мы ждем. Вот, что, вот, вот, вот это вот и называется Майн Геймс, ребят. Да, это... Вот это вот Мак против Пупе. Афаник, афаник не летит туда, он понимает, что где-то, где-то... Понятно, где наши ребята. Ну как же они перестояли, вот сейчас начинается уже мысля, может быть, где-то они в смоке. Теперь они стоят более, ну, теперь они стоят более адекватно, они стоят не просто на одном месте, они хотят, пока стоят, они фармят вражеский лес. И это на самом деле очень качественно. Но им, в принципе, пофиг, если залетит сюда Фанника, они с любого Ренжи его достанут. Суть не в том. И Na'Vi, вторая попытка. Вард стоит, и Вард видит, покастает этот Вард. Na'Vi знает, что здесь нет декантера, нет никого, слишком много этот Вард видит, и нужно приходить. И вот он, Резолюшн, уже на базе. Каста. Кастал Резолюшн, это, кстати, неплохо. Зашел Сашка, опять бьет тавер. Каста имеется ультимейт, и если его убить до того, как он кастует ульту, драка будет выграно. Ну, хотя, там есть еще и Денди, и прочие товарищи, которым тоже надо убивать. И вот сейчас рисует Пупей довольно серьезный план Капкан. Забежать в Мирл. А зачем забегать в Мирл? Фанник на топе, и... Вышка. Вышка Т2. Ну, возле Т2, я думаю, бой уже будут готовы дать Эмпайр. Смотри, Эмпайр в смоке побежали. А твард! Вот так вот, и знает. Нави ждут. А почему Нави не уходят? А почему Нави не уходят? Сейчас будет Дум в хвостах. Почему Нави не уходят? Лол! Лол сулькануло. Где Дум? Что вообще происходит? Кроки раскатываются. Поймали Пупея, убили Пупея. Сайлент включает БКБ. Дум не тратили. Пупея убили. Сейчас Хвост дерется с Резолюшном. Хвоста нет смысла давать Дум. Ждут до конца. 2 в 1 пока размен. Сайлент. Сайлент в хвостах дерется. Идет на маг. Подняли ветра у нас мага. Сайлент в Сайленте. И Сайлент таки не дал. Зум маг дает ультимейт перед смертью Сайлента. И это просто пропал. Вот просто провалище. Я не знаю, что делал Сайлент. Я не знаю, что делали Эмпайр. Но они только что проиграли эту игру. Почему? Главный главный Тэдхантер. То есть Тэдхантер у нас совсем ничего драки не успел сделать. Он дал ультимейт под самый конец. И вот так вот Na'Vi выиграет скорее всего эту игру. Но давайте не заглядывать слишком далеко. Опять таки вот тот момент, вот этот момент я наш студиоаналитик прошу потом разобрать. Тридцатая минута. Что произошло в этой драке? Потому что однозначно была решающая драка этого матча. Тэдхантер мини. 25 секунд. Глипа нету Эмпайр. Будет очень тяжело сейчас отбить с Эмперцем. КБ приобретает паник. Падает Тауэр. Начинает бить Барак. И вот начинает бить Эрджи Войду. Каспро просто боится. Падает в дурак. 30 секунд до реклама Эгиса. Можно побежать еще в нижнюю сторону. Попытаться снести. Пока нету О'Дума. И все готово. В принципе у команды Na'Vi. 30 секунд, правда, до ультимейта Дангемона. Но Na'Vi уверена в себе. И смотрите. Лог просто танцует. Лог знает, что Эгис пропадет. Скоро можно танцовать. Непопорычно. Пупей. Огромная проблема у Пупей. Ванскор проседает щит. Ванскор погиб. Пупей врывает в толпу. И опять-таки Сайлент. Все. Своё БКП бьет Пупея, которую уже дал ультимейт. Маг его забирает. Курокин тоже просед. Курокин умер. 2 в 1. Дэнди. Дэнди убьет Флая. Дэнди должен убить Флая. Флай у Зайта Сиги. Флай. Горит. Флай. Очень много демжа вносит. Хвост. Едва живой. Резолюшно выживает. Дэнди в Думе. Тут же Паник. 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 Сайлент. Хвост. Маг. У Мага нет ульта. Маг пытается что-то сделать. Маг убивает хвоста. Дэнди едва живой. Дэнди. Ультимейт у Дэнди откатился. Но тут уже и Резолюшн. И вот тут же Сайлент в лицо получает. Паник убили. Дэнди. Один против своих. Поднимает Резолюшна. Пытается убить кургающего Сайлента. Сайлент едва живой. Сайлент получает стан. Форстаф от Мага. Энджер смеш. И до конца бежит горящий. Сейчас у Дэнди закончится ультимейт. И будет его разрешено ловить. Вот они ветра. Маг должен прыгать за Дэнди. Тут же сразу. Если Дэнди успеет, будет ветра. Дэнди успевает. Маг за ним погонится Ли. Маг. Три. Две. Одна. Маг прыгает. Дэнди. Тпл. Не сбить нечем. Фантастическая драка. Вау. Согласен. Вот по-другому эту драку действительно не назвать. В этой драке, по-моему, было всё. Вот просто абсолютно всё. И сейвы, и просто вау. И Эмпайр сохраняет шанс на камбэк. Да. Как мы видим, по деньгам печально всё. Но по XP они сейчас заработали, я не знаю, лвл по 5 каждый, наверное. По деньгам они сейчас выравниваются. У Нави огромный бут за счёт того, что они забрали этого Рошана. И за счёт того, что упали все этого рану. Как мы видим, Эмпайр всё ещё могут сражаться. Потому что у них огромные перспективы лейт. Всё, что нужно делать, это Эмпайр не ходить в смаке на противника, когда противник тебя бит. И дальше отжираться в хп-чику. Пп в большом количестве. Резолюшн за эту пайп драку поднял просто феноменальную сумму. Он просто купил себе хекс. С хексом, кстати, будет намного проще сейчас драться. Мы видим, что Хвост приобретает над временем Диффюжуал Блейд. Ну, Диффуза это, конечно, хорошо. И Кираса у Дэнди. Кираса у Дэнди, которая следующую вот такую вот длительную драку. И тут же Кираса у Сайлента. Нави пакует вообще самые-самые четкие артефакты, которые вообще можно паковать для героев. У Хвоста, Диффюжуал Блейд. Роман на Пупея. Навар, БКВ. Пупея толкает. Роман не должен распускать Пупей. Юзает все, что можно. Пупея пытается засейвить. Минус Пупей. Резолюшн без маны. И ты смотри, неужели погонится за Резолюшном? Дэнди будет динковаться. Резолюшн, он летает на хайграунд. Силент. Сил на Резолюшн. А тут же Мистик Клэр. Резолюшн. И Резолюшна смапает. Резолюшн все равно погибнет. Минус Резолюшн. Мак, по-твоим. Хвоста поймали. Хвоста подожгли. Хвост тоже умирает. О боже, что творят сейчас Эмпайр? Дэнди один остается. Здесь же Паник. Паник загнал себя в угол. Молнии засовили его. Сейчас закончится ультимейт. У Дэнди будет проблемы огромные. У Нави. Паник БКБ пытается убежать Паник. Ихстанул Флая. Флая два живой. Флая вместе всей командой. Паник мансует в деревьях. Паник размансовал. Тут Тайд летает. Тайд. Паник закрылся. Свап. О боже. И жив один Дэнди. Теп-аут он сделает. Три в четыре. Что творят эти типули, а? Шесть утра. Доброе утро. Страна, можно сказать. Вот такие матчи надо показывать вместо утренней программы. Время или вот этих дебильных передач, которые идут. Где они там занимаются какой-то фигнёй. Ну, потому что действительно. Шесть утра в Киеве. Семь утра в Москве. И это то, что надо. Чтобы взбодриться самого крючка. Потрясающая игра от Резолюшена. Он нашёл Пупея. Он убил его. Он синициировал Драку. Он заставил Коки и остальную команду напасть на него. Он умер за свою команду. Но при этом. Ну, при этом. Они ещё разменялись в плюс. Потому что Резолюшен, в общем-то. Ну... Да. Очень классно вошёл маг. Просто шикарно ворвался. Не успел хвост ничего прокликать. Хвост в драке внёс фактически ноль дэмэджа. Он тут же сразу получил дунглицо. И понятное дело, что... Там... Там хвост и закончился. Вау. У нас продолжается. Решан. Самое жёсткое. Самое жёсткое то, что есть на стороне Нави. Это вот благодаря тому, что они играют... Страна Дайер, да. Страна Дайер. И сейчас они их споют вообще идеально. Но на случай Эмпайр не всегда отчаиваются, да. Потому что, несмотря на то, что у нас у Нави огромное количество по голде... О, это сейчас... О, не огромное. Уже где-то тысяч, да, 7 в такой минуте. У Эмпайр это преимущество по экспе. А если мы глянем на героев Эмпайр, то они очень жёсткие, когда получают эксплуат в плане статов и всего остального. И фактически сейчас игра абсолютно ровная, если не считать Aegis. Всё, что осталось сделать для Эмпайр, это защищаться. Защищаться. И просто инициировать первыми. Инициации моря. У Нави для инициации один Фурион, который вряд ли прыгнет первый, да. Вот в такую тусу. Он его снял сразу. Параллельно ДК выиграли матч свой у Альянс. 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 Чемпионы третьего интернашнла. 1-4. Да, идут к успеху. Я думаю, нападает на резолюшн ультимейтом аппарата. Роман у нас сразу отходит. Тут ещё пеньки ходят. Ну неспроста, неспроста. Тут у нас Фаник разводит, и Нави идут дальше, снизу до конца. Вот сейчас у Нави, ну всё, что нужно делать Нави, это заходить так, чтобы их не видели. Потому что Doombringer, вот Doom надо что купить. Посмотри у Дума 4000, у Дума 4000. Сейчас будет битва за бараки, и нужно что-то продать. Это что угодно. Я не знаю. Ну, барабаны продавать не в коем случае нельзя. Можно Шиву купить себе на армушечку и так далее. Ну а что продать? Барабаны, которые уже без зарядов, ну тоже вариант там. Владимир и так далее. Смотри, они боятся. Они боятся, реально ставят хвост с Aegis'ом и байтят на себя. И вся команда Нави заняла блестящую позицию. Нави понимают, что очень тяжело пробить в лоб именно. Вот они это прекрасно понимают. А Салин, тут нужно покрываться. Салин, тебе сейчас будут на судьбу. У него есть байбэк. Это хорошо. Видимо будет вкопить исключительно на байбэк. А Магус? Вот Магус мне нравится. Ооо. Вот Магус. Магус чувствует себя очень хорошо. У него есть все артефакты на сейф, на выживание. И у него в перспективе Шивы или рефрешер. Ну рефрешер у Мага здесь, по-моему... Это, по-моему, безговорочная победа в любой драке. Это будет настолько круто просто. Потому что Нави пока даже думать не хотят о БКБ, кроме Фаника, у которого БКБ уже 8 секундная. И если Маг соберет рефрешен, любая драка будет по деполту выгодна. Они... Навиам придется забывать вообще про наличие резолюшена. Потому что основная цель это будет Маг. Ну а Андрей Макчипенко не так прост. Потому что у него будет ГОС, у него будет Форстап, у него будет Энчер Смэш, Кракен Шелл, 2000 хп. И попробую бей это чудище заморское. С 15 стиками. Хочу, чтобы эта игра длилась 80 минут. Хвост у нас заходит на базу. Проходит, прям проходит. Начинает ведь рейнджовый барак просто. Ты посмотри, как забежал Саша Хвост. Показал, что у него и кое-что есть между ног. Сделал две тычки и убежал. Кто вот так смотрит кроме Хвоста? Красавчик, Саня. Да, кто вот у нас... Просто красавчик. Кто у нас так вообще забегает? Никто. Вот просто что-то с чем-то. Хвост! Хвоста! Если убьют Хвоста! Остал Хвост! На металле! Минус 100. Эгис. Дальше ушли. Сайлент. Отбегает. Хвылай! Хвылай! Хвост! Хвоста убьют. Хвост опять. Хвоста торгает. Минус хвост. Дальше надо догонять. Резолюшн с БКБ. Там Дэнди тем временем ультанул. Драка на две части разделилась. Пупея поймали. Пупея стрели. Куроки дает Мистик Флэр. Пробивает. Резолюшн. Резолюшн. Минус. Сайлент. Куроки. Куру умер. Маг ультует. В одного спайника после БКБ. Это уже минус 4. И Дэнди один остается. У которого сейчас закончится ультимейт. И Дэндика здесь не отпустят. Минус 5. С учетом Эгиса. Минус 6 от Эмпайр. 29. 29. Эмпайр переворачивает эту нереальную игру. Вау! Фантастический темплей в драке. Как они все четко сделали. Блестяще. Просто вау! Я хочу такие матчи смотреть постоянно. Я хочу чтобы наши команды играли вот так постоянно. Просто в каждой игре. Чтобы украинские и российские команды играли вот так. Чтобы не было какого-то вот этого трэша. С пикером. Да, да, да. За 15 минут нет ни одного фрага. Да, да, да. Потому что то что мы видим сейчас. Это я не знаю. Это. Это вот. Вот этот вот на ютубе. Он должен быть заглавным на любом канале. С надписью must see. Ну что это просто супер матч. Я не знаю. Возможно. Он настолько мне нравится. Потому что играют наши команды. Но по-моему это просто какая-то фантастическая игра. Дэнди ультует. И каждый сам за себя. Дэнди без ульта. Да. Каждый сам за себя. Поймали. Поймали. Ой. Пойм. Как сейчас мы тупили пенсии. Вот это вот огромный минус для Иперии. Вот эти минус 3. Это просто провальное решение. Но это не очень сильно. Как мы видим обе команды. Андрей играет агрессивно. При любой ситуации нападает. Но вот этот смог это уже по-моему нервишки. У них не было маны. Да. Это уже нервишки. Это давай-давай-давай. Давайте по нему он один. Там куча с рейвом. Тайтхантер без реверсов. То есть идти никому в случае нельзя. Тут нужно. Ну понятно что ты заткуешь. Нужно 2. 5300 у Андрея. 5300. Андрей. А Андрей собирает рефрешер. У рефрешера остались копеечки. У Андрея мага Чепенко будет рефрешер в следующей драке. И будет у него ультимейт. Я уже хочу видеть эту раку. Андрей маг Чепенко нормальный игрок в доту. Он не ксяу 8. Он не оставляет на байбэк. Рефрешер у Тайтхантера от мага. Через 40 секунд появится Сайлент. У Сайлента есть байбэк. Так что можно не переживать болельщикам команды Empire Resolution в чужом лесу. Что ж ты забыл здесь в диком лесу Роман. И могут быть у него сейчас проблемы. Резолюшн. 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 Гек. Проблема Резолюшн. Ами Секлэр минус Резолюшн. Секунде. Нет байбэка. О мой бог. 99 секунд. Резолюшн ловят в чужом лесу. Когда он фармит прямо на вардах Нави. Нет байбэк. Извините поставили только вот сейчас. Это я ошибся. Резолюшн там просто поймали. Без резолюшн. Какая ошибка от Романа. Падает второй барак. Без Сайлента. У Сайлента нет байбэка. Он сэвит все деньги из того, чтобы убежать. Ничего себе. Это посмаринария отступает. Тут они всю команду врываются. У нас Сайлент. И ему прямо сейчас нужно купить себе артефакт. Нельзя идти драться с пятью тысячами в карманах. Не будь байкатом. Сайлент. Не будь байкатом. Не знаю. Тараска. Плевать. Новые БКВ. Врыв. Пошел. Встань. Первый раз. Второй раз за Сайлент. Сейчас будет второй раз. Выдох от себя. Пошла драка. Сайлент поджигает Куроки. Забить на Куроки. Куроки уже ничего здесь... Ничего не сделают ему. Андрюша, Андрюша, Андрюша. Андрюша, Андрюша. Андрюша, Андрюша. Андрюша ничего уже не сделает. Резолюшн проиграл эту игру команде Эмпайр. Своей смертью. К сожалению, мы вынуждены, наверное, констатировать этот факт, что это было действительно ошибка Романа. Если бы он не умер, я думаю, этот дефенс бы удался. Ем. Или это было гениальное решение от Паника. Который купил себе Блинк Даггер и реализовал этот Блинк Даггер в самый чистый момент. Ну и плюс вард, который стоял со... Маг прыгает. Маг прыгает. Маг получает Сайлент в лицо. Маг по-прежнему живет. Маг ульту и цепляет бои. Кончик Микуроки должны убить. Пупей должны убить. Дэнди. Дэнди жив. Ульту по рейнджу залетает в мага. Шгерна, удивление, убивает ванскора. Хвост доносит вараг в соло. Хвост доносит просто в соло. Вараг создает хвост. Вот так вот по лицу. Сыр выложили просто на базе. Хвост его скушал. Мега крипы в исполнении Na'Vi. 45-ая минута. Падают Т4. Мега крипы. Сделать, конечно же, здесь ничего не смогут уже Empire. И это good game well played. 1-3 Empire. 3-1 Na'Vi. Первый день для наших команд закончен. Но игра... Игра огонь. Игра костер. Игра огонь. Обдаем должное Империи. Я завтра буду топить за Империю так. Империя 1-3. Неудачный старт. У них сегодня были не самые сильные соперники. Далеко не самые сильные. У них были Мауза. У них были Вич.